Жара не время исключать из своего рациона соль, утверждают диетологи. При высоких температурах воздуха резко увеличивается потоотделение, а потому соли и микроэлементы организм теряет в большом количестве. Но и пересаливать пищу тоже не стоит. Ежедневная норма взрослого здорового человека – 3-5 граммов, пишут специалисты. То есть не больше половины чайной ложки. Ни в коем случае нельзя отказываться от соли, тем более летом, когда, собственно, все соли у нас как раз-таки выходят из организма с потом. Я бы здесь рекомендовала, наоборот, пить минеральную воду, которая уже содержит соль. Или есть специальная вода, которая содержит в себе уже натрий и необходимые нам вещества. Важно не забывать о водном балансе. Лучший вариант в жаркую погоду – чистая питьевая вода. А вот температура ее употребления остается на ваше усмотрение, считает Анастасия Егорова. Но лучше отказаться от кипятка и ледяной воды. Многие следуют примеру, жители Китая и стран Средней Азии выпивают пару кружек горячего чая. Выступивший под его действием пот начинает активно испаряться с поверхности кожи, и человек ощущает долгожданную прохладу. Газированные сладкие напитки и соки лучше полностью исключить. В рацион нужно включить сезонные фрукты, ягоды, овощи, зелень. Они не только содержат влагу, но и компенсируют потерю витаминов и минералов. Дают возможность получить антиоксиданты с целью улучшения иммунитета. Грибы, правда, полезны. Это уникальный источник и клетчатки, и белка. То есть это такой очень универсальный продукт, и при этом он содержит совсем мало калорий. Если не жарить в большом количестве масла, конечно же. Но с лесными грибами очень аккуратно собирайте эти грибы, в которых 100% уверены. Также важно в жаркую погоду не переедать, есть по голоду, прислушиваясь к своему организму.